Самое главное событие февраля, которое сегодня обсуждается в информационном поле, это, конечно же, послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Путина. Это послание откладывалось на протяжении 2022 года, и сейчас оно будет проведено, и все понимают, что на нём будут высказаны какие-то принципиально ключевые моменты, связанные с перспективой развития российской государственности, с нашими отношениями с западными партнёрами, с партнёрами по БРИКС, ШОС и другим надгосударственным образованием в Евразии и во всём мире, естественно, наше отношение с постсоветским пространством, ну и, конечно же, ключевая точка всего этого взаимодействия – это СВО, специальная военная операция на Украине. И люди ждут того, что скажет президент, потому что президент у нас – это лицо, отвечающее за все эти процессы, принимающее эти стратегические решения, и по факту решения принимаются первым лицом. Поэтому послание Федеральному Собранию – это важнейшее событие, его все ждут, и я замечаю, что политологи, люди, занимающиеся аналитикой внешней, внутренней и глобальной политикой, они пытаются гадать, они пытаются предугадать, какие тактические и какие стратегические вопросы будут озвучены на этом послании. Я к этим попыткам предугадать отношусь с пониманием, я сам хочу попытаться это же сделать, но я хочу оценить год, без малого, год специальной военной операции совершенно с других позиций. Получится ли у меня угадать, что будет в послании, не получится, это вопрос такой, но я, как человек, системно понимающий процессы, происходящие в мире, я хочу накануне послания президента дать вот такую ретроспективу глобальных процессов, и хочу начать со Второй мировой войны. Великая Отечественная война, как составная часть Второй мировой войны, это прокси-война англосаксов против России, против исторической России, а я Россию не разделяю на Царскую, Имперскую, на Советский Союз, на Российскую Федерацию, в любом случае есть преемственность, есть деятельность русского генерального штаба, есть культурные, культурологические ценности народов, живущих на территории большой России, которые являются системно противоположными ценностями западного мира во главе с англосаксами, и война Великая Отечественная, когда Германия была брошена в атаку против Советской России, это прокси-война англосаксов. Очень много материалов относительно того, что Гитлер, подыгрывая англичанам в Дюнкерке, фактически исполнял указания генерального штаба Великобритании. И вся война чужими руками, англосаксы не воевали, они даже стали нам временными союзниками, прямо буквально до конца Второй мировой войны, а дальше они, собственно говоря, открыли лицо, и дальше началась Холодная война. Так вот, наша победа в Великой Отечественной войне, наш выход за пределы своего пространства, создание социалистической системы союзников, которая была не только в Восточной Европе, но она была и в Азии, туда входили Китай, туда входила Корея, туда входил Вьетнам. То есть, вот это расширение культурологических принципов построения общества в Евразии, это на самом деле самый сильный раздражающий фактор для западного мира. И эта прокси-война, которую развязали англичане и американцы против Советского Союза, она закончилась нашей победой. Цена этой победы была колоссальная, но это была победа. И сразу же после нашей победы появился небезызвестный план Алина Даллеса. Когда американцы и англичане поняли, что раз войной воевать с нами физической силой, воевать с нами не получается, значит, мы будем разрушать Советский Союз изнутри. А кончится война. Все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим им ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые неизменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать человеческое сознание, культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость предательства. Национализм и вражда народов, прежде всего вражда и ненависть к русскому народу, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков и космополитов. Аллен Даллес, 1945 год. И дальше пошли 40-летние процессы, когда план Аллена Даллеса реализовался, он был реализован очень многими событиями, очень многими такими штрихами и в 52-м, 53-м году, в 56-м, в 68-м, в 74-м. И нужно сказать, что план Аллена Даллеса он был реализован. По факту можно говорить, что это фейковый план, что он на самом деле списан с потолка, ничего такого не было, но по факту все, что там расписано, оно и реализовано. На протяжении этих 40 лет американцы делали несколько попыток не только со стороны Западной Европы пытаться атаковать или напрягать советское пространство и страны социалистического лагеря. Была Корейская война и была Вьетнамская война. И все это было связано с тем, что американцы, получив ядерное оружие, они хотели применить это ядерное оружие против Советского Союза. Война в Корее – это фактически прокси-война между Советским Союзом и американцами, когда истребители, когда летчики сражались в небе, это были американские и советские летчики. И это была попытка примерить территорию, пограничную с Советским Союзом, для того, чтобы оттуда наносить удары по инфраструктуре ядерного производства в Советском Союзе. Именно Восточная и Западная Сибирь – это были основные площадки, где Советский Союз разрабатывал и производил ядерное оружие. И американцы хотели с Востока подобраться к нашим мощностям, к нашим площадкам, на которых сосредотачивалось оружие. И Корейская война – это была попытка разведки боем, при которой американцы получали плацдарм. Вьетнамская война – это примерно та же самая попытка. И Корея и Вьетнам находятся в Евразии. Они находятся с южной части, с юго-восточной части Евразии. И как раз оттуда достаточно удобные позиции для атаки по нашим восточным рубежам. Одной Японии, как морского базирования, недостаточно, нужна была сухопутная база, сухопутный плацдарм. И в Корее, и во Вьетнаме американцы, ну, нельзя сказать, что потерпели полное поражение, но во Вьетнаме они даже пытались, сохранив лицо, уйти, объясняя своей общественности, что сначала, почему мы там воюем, а потом, почему мы оттуда уходим. Вот эти вот события, да, победа в Великой Отечественной войне, плана Алина Далеса по внутренней информационной работе внутри Советского Союза, Корейская война, Вьетнамская война, это попытки Запада решить русский вопрос, русский я имею в виду не как национальность, а как цивилизация. Русская цивилизация, российская цивилизация в нынешней трактовке, да, это были попытки решить русский вопрос. После развала Советского Союза, который удалось осуществить американцам и англичанам, ну и западноевропейцам, которые с ними в одном строю, начался этот длинный процесс отодвигания границ Восточного блока социалистического, когда все страны, вопреки обещаниям, которые входили в социалистические лагери, ну, практически в течение десятилетия стали членами НАТО. Это значит, что военная инфраструктура, с ядерными боеголовками, приближалась вплотную к Санкт-Петербургу, как северной столице, и вплотную уменьшалось подлетное время к Москве. Это была угроза существованию вообще российской государственности, а без российской государственности народ проживет не более пяти лет. Он будет разделен, страна должна быть по американским и английским планам разделена на части. Все ресурсы, все возможности, которые сосредоточены на территории Российской Федерации, они должны быть присвоены западным миром. И это их стратегический план. Это и есть решение того самого пресловутого русского вопроса. И вот этого каналия, когда НАТО, потеряв берега и считая себя полюсом в мире, от решения которого зависит буквально все, они вообще потеряли любое критическое мышление. И Украина, Майдан 2004 года, Майдан 2014 года, это продвижение инфраструктуры НАТО к Москве и к центральным районам административным, к районам, где у нас продовольственная база. То есть, это все стратегическое движение западного мира, возглавляемого англосаксами, для того, чтобы в конце концов решить русский вопрос. И вот Украина, даже несмотря на то, что она не является членом НАТО и не будет туда вписана, по законодательным причинам, тем не менее, инфраструктура НАТО осваивалась на протяжении 8 лет. И стала известна информация о том, что в принципе с территории Украины и готовилась атака по России. С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре военные бригады. Две сухопутные, одна морская, одна воздушная. Причем воздушная бригада была с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный войск НАТО хотела летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего, к концу года они бы спровоцировали конфликт и начали бы против нас полномасштабное военное действие с применением ядерного оружия. То есть НАТО планировало развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке, правящей верхушке в Украине и националистам. Чтобы не допустить Третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия, правительство приняло решение эту ситуацию купировать и навести там порядок. Союзов не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. В этой связи в конце января направил всем нашим коллегам западноевропейским, членам НАТО, членам Евросоюза, а также Швейцарии развернутые письма, где показал наш юридический анализ тех обязательств, которые были приняты в ОБСЕ на высшем уровне в 99-м году, в 2010-м году, а также в рамках отношений между Россией и НАТО, включая основополагающий акт 97-го года и римскую декларацию, которая была в 2002-м году одобрена на высшем уровне на совещании России и НАТО в практике Демары. Запад давит информационно через соцсети и прочее, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушили и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием, которое есть на Украине и за счет Украины. Кстати, то, о чем сказал Путин, время подлета боеголовок из Харькова до Москвы три минуты. Времени на ответный удар нет. Из США 30 минут. Есть время ответить. Только сегодня появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокаций с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик. За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия ВСУ под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25 февраля 2022 года. Владимир Путин буквально за сутки опередил планы Киева и НАТО, что позволило завладеть стратегической инициативой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Градами! Летят грады! Работайте, братья! Примерно за неделю до начала спецоперации России Эдуард Басурин докладывал о перехваченную ВСУ карте наступления на Донбасс. Там было четко разложено, когда будут наноситься удары дальнобойной артиллерии, когда РСЗО, когда авиации, потом удары оперативной тактической группой, соответственно, север, юг и восток. Оперативно-тактическая группа восток должна была действовать на рассечение Донецка и Луганска. Три дня у них отводились на выход границы, причем ЭТГ-юг действовали бы вместе с айдаровцами, которые по замыслу должны были выполнять роль заградотряда. На севере, где Луганск, ВСУ должны были действовать под прикрытием правого сектора, они должны были встретиться в районе Комсомольска к югу от Донецка и отсечь ЛДНР от границы с Россией. В течение двух дней планировалось начать полную зачистку. Причем Донецк, Луганск и еще несколько городов не планировали захватывать на этом этапе, а просто окружали и блокировали, то есть предусматривалась полная блокада населенных пунктов перед полной зачисткой. Есть убеждение, что этот план был разработан так как американцы предварительно перебросили в Польшу около пяти тысяч своих солдат, плюс была еще польская армия. По замыслу они должны были блокировать нашу калининградскую группировку, чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории юго-востока Украины. Вторая группировка это тысяча солдат бригады «Страйкер» бронетехника в Румынии. Эта группировка блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там через юг, не смогли продвинуться к Одессе. Это все был единый комплекс действий, которые должны были начаться в ночь с 24 на 25 февраля. Фактически действия вооруженных сил Украины опередили всего на один день. Почему у них такая истерика? Потому что все было готово к захвату территории и тут внезапно, вдруг, на один день раньше начали активно действовать подразделения ЛНР-ДНР при поддержке вооруженных сил РФ. Были в первую очередь нанесены удары по аэродромам и взлетно-посадочным полосам, чтобы нельзя было посадить транспортные самолеты с оружием из США и других стран, выведенные из строя пункты управления, системы ПВО, радиолокационные станции, зенитно-ракетные дивизионы и так далее. Предупредить эту атаку был призван ультиматум МИДа Лаврова-Рябкова, который вышел 15 декабря 2021 года. То есть, там было открытым текстом обозначено, что движение НАТО к нашим границам недопустимо, что НАТО должно откатиться до рубежей определенного периода, освободить вот эту буферную зону, когда подлетное время ядерных боеголовок будет увеличено, таким образом уменьшается риск поражения наших административных, центральных и управленческих регионов, и этот ультиматум был опубликован 15 декабря, но в результате ничего не произошло, и американцы, и англичане начали тянуть время и начали усиленными темпами накачивать Украину оружием, причем с размещением тактического ядерного оружия. Гастомель, как аэродром, способный принимать самолеты с таким оружием, это была одна из узловых точек. И атака на Донбасс с одновременным ударом ядерными тактическими боезарядами по городам Ростов, Белгород, Воронеж было назначено на 25 февраля. И благодаря историческому решению о признании Донецкой и Луганской народных республик основной то удар планировался англосаксами именно по Донбассу с полным уничтожением населения на Донбассе и с включением глобальной медийной машины то есть когда бы все средства массовой информации они это умеют делать в один бы голос начали рассказывать что Россия во всем виновата что это она агрессор и так далее Россия на сутки опередила американцев и англичан а украинцы это не враги украинцы это поле боя и таким образом порушила планы по развязыванию третьей мировой войны специальная военная операция это контртеррористическая операция против национальных батальонов против наемников которые десятками тысяч сосредоточены на территории Украины и на самом деле это наши исторические земли это земли большой России еще во времена русских императоров это часть Советского Союза это административный округ Советского Союза и фактически натовские войска которые применяют свои боеприпасы для хаймерсов для 155 миллиметровых гаубиц другие испытывают виды вооружения и другие изделия это идет освободительная война нашей территории и освобождение людей от натовской англосаксонской оккупации и я хочу сказать что эта спецоперация она является таким вдохом при котором наша территория все равно начинает разрастаться ведь по большому счету после развала Советского Союза мы с вами наблюдали русский выдох когда мы оставляли территорию мы оставляли союзников мы оставили Прибалтику мы оставили Польшу и другие страны Румынию например и вот сейчас этот выдох дошел до такой степени что Украина историческая Малая Русь стала форпостом для ядерных боеголовок Запада и вот сейчас мы с вами наблюдаем русский вдох сначала был Крым потом добавились еще некоторые территории и я хочу сказать что этот исторический процесс русского вдоха когда мы будем расширять свою грудную клетку когда мы будем расширять свое жизненное пространство на основе наших исторических территорий это главное что сегодня происходит все остальное это тактические детали которые направлены на растаскивание сознания простых людей я не буду гадать о чем будет президент говорить в своем обращении к федеральному собранию но я хочу чтобы вот эти факты исторической ретроспективы 20 века которые все как один в одном ряду являются причинно-следственными связями того что происходит сегодня это важнейший ключевой момент для оценки событий сегодняшнего дня и когда мы будем слушать послание президента федеральному собранию нам с вами надо держать в голове историю последних 80 лет потому что без этого оценки будут неполными они будут неправильными и мы с вами не поймем самой главной темы вот этой вот цивилизационной схватки оценки оценки